Какие-то вопросы есть по этой теме? Какие болезни? Болезни судьбы возникают. Гнев — это болезнь, это болезнь. Гневливость разрушает, конечно, здоровье, но самое главное — человек деградирует. Когда человек постоянно гневается, он лишается хороших отношений. Вот как разрушить отношения в семье? Надо гневаться. Гнев отшибает человека. Вот ты разгневался от близкого человека, а отношения уже не такие глубокие. Гнев отбивает, отшибает тебя от коллектива, от тех, кем ты управляешь. Гнев — это проклятие. Ты гневаешься — проклятие. Люди тебя не уважают, как раньше. Ты не можешь ими так же управлять, как раньше. А распущенность — тоже проклятие. Бессовестность, распущенность, вседозволенность — всё это приводит к разрушению Личности. А Личность, когда разрушается, дальше общество всё разрушается. Если человек развращенно управляет кем-то, все, кто ему подчинены, у них мало шансов, очень трудно этим людям реально развиваться духовно. Очень трудно, потому что они под влиянием находятся. Старший решает всё. Не всё, конечно. Можно под кем угодно быть чистым и светлым человеком, но тяжелее уже. Какие-то вопросы? Да? А всё, что это получается так, что как бы находишься в причине человека? Ну, как бы вот со своей стороны стараешься вставать на путь духовного развития, но реалии таковы, что люди, которые окружают тебя, они на этот путь не встают. Факт. А ты находишься в подчинении. Факт. И ты это видишь, ты с этим сталкиваешься, и как бы воспитывать ты из них правильный, и общаться очень трудно, и проблемы с вами очень трудно. Трудно. Какой бы то? Надо уходить от этих людей? Нет, продолжать быть рядом с ними, пока судьба не уведёт. Вот как судьба уводит? Вам предлагают гарантированно вот хорошие люди уже, какое-то место, другие люди, у которых совесть есть. Это значит, что вы уже сдали экзамены. Теперь, почему они вас мучают, эти люди, которые весовестные? Потому что вы тоже тогда этого, кого-то мучили. И теперь за это надо отвечать. Не то, что я такой хороший, вот и мне уже положено на небушке сидеть, ножками болтать. Нет, положено теперь мучиться, потому что, смотрите, у человека есть две дороги. Одна дорога вниз, гуляем на все. Это вниз дорога. И в это время копятся проблемы. Потом, когда жизнь прижала, идёт дорога вверх. Когда дорога вверх пошла, то, что ты накопил дорогой вниз, дальше надо же это всё отрабатывать. Не то, что всё это отрабатывается, и ты уже взлетел всё. Нет, дальше тебя будут мучить. Вот те, кто вниз катится, их мучают, нет? Нет, потому что они сами катятся. Им и так хорошо. Они катятся как бы. Падали две звезды, две звезды, две светлые повести. В своей любви, как в невесомости. Вот, ну падали две звезды. Падали. Вот. Они падают и в своей любви, как в невесомости летят. Но потом же придётся очухиваться. Когда-то придётся упасть же. Ты падал, падал, потом бам, упал. И что дальше? А дальше отрезвление. Поэтому человек, который идёт правильным путём, он должен переваривать то насилие, то, что он видит, вот эту несправедливость. Надо учиться прощать людей, любить их и оставаться в той среде, в которой ты находишься до тех пор, пока не появится реальная возможность жить в другой среде. Но не надо никогда отказываться жить среди людей, которые более возвышенное настроение имеют. Но факт, что вот когда вы мне этот вопрос задавали, я увидел в ваше сердце, Олег Геннадьевич, а вообще-то такие люди бывают? Вообще-то бывают. Если ты способен так жить и доказал Богу это. Есть разные люди. Вот смотрите, здесь люди до сих пор с лекции с моей не ушли. Слушают обо всём. Видите, бывают такие люди даже в Москве. Знакомьтесь друг с другом. Вы хорошие люди все. Знакомьтесь, создавайте совместное что-то вместе, что-то делайте для этой страны. Спасибо. И небольшой второй вопрос. По поводу душу макера. Меня беспокоит. Когда я услышала об этом, я вспомнила Вашу речь о благочестии. Что как бы человек всю жизнь, да, отдалялся на машине, рисковал свою жизнь всегда и пострадал от работных лыжей. Как Вы считаете, это уже не связано с тем, что благочестие и его законченные дни? Спасибо. Ну, понимаете, я всегда к человеку отношусь как к тому, кто вот просто душа. Ну, не знал он, что надо молиться, ну, как бы гонял. Ну, что делать? Ну, конечно, когда гоняешь, результатом будет, что даст по башке. Ну, и что? Почему мы сейчас об этом говорим? Благочестие. Благочестие, конечно, представить, человек всегда побеждал. Это значит, что он очень благочестивый. Даже на лицо посмотреть, на него признаки есть благочестия. Сила, взгляда, как бы сильный человек. Силу можно в разных направлениях тратить. Судьба человека всегда является примером. Мы смотрим на жизни других и смотрим, как надо, как не надо. Пример всегда. Но, знаете, иногда бывает так, что мы начинаем заниматься духовной практикой и свои чувства внутренние, которые у нас были в той жизни, недуховной, переносим на духовную. И это означает кичиться своей верой или духовностью. То есть сидеть на небушке где-то и говорить, а-а-а, гниете в аду, гады! Это не духовность. Духовный человек очень сострадательный. Он смотрит на человека, на душу, которая запуталась. Вот. И можно помолиться за эту душу, допустим. она в беде сейчас. Не то, что гонялся всю жизнь. Помолиться. Просто подумать о том, чтобы этот человек получил благо какое-то в следующей жизни. Или в это, если возможно. Ну, то есть, понимаете, наша цель не осуждать людей, потому что мы-то не лучше на самом деле. Наша цель это не использовать свою духовность для того, чтобы себя считать выше. Это, знаете, вот эта вся тема «Моя вера лучше, мы самые лучшие, мы самые светлые, я выше, ты ниже, вы все в ад пойдете, мы не пойдем». Это все вот одна тема, понимаете. Это означает, что Бога пока в сердце нет. Потому что, когда Бог в сердце есть, человек никого не осуждает, он просто молится за других людей, помогает им в своем сердце, как-то заботятся о ней. Даже если они совсем уже, как бы, совсем уже тяжело жить, не в ту сторону пошли. Да? Ну, давайте ближе к теме. У нас же люди все собрались на тему определенных. Вот относительно подчиненных управлять и воздействовать более-менее просто и более-менее понятно. А как, допустим, воздействовать на руководителя предприятия? Например, ставить задачу чистого денег заработать. Он старше вас? Да. Пытаюсь объяснить, что надо пользу миру приносить. Просто там не бесполезно, вы не объясните ему. Ну, какие-то там способы существуют. Он почему старше вас? Как вы думаете? Вот почему он руководитель, а вы не такой руководитель, как он? В чем причина? Судьба такая? Нет. Если вы сейчас правильный ответ сделаете, вы поймете, как на него влиять. Сразу же. Запас снимает. Больше. Да. Факт. Он более благочестивый человек. Чем более благочестивый человек, тем больше у него власти. Это власть, это признак благочестия с прошлой жизни. Почему надо уважать человека, который старше не только духовно, а также административно? Потому что это признак его благочестия, который может вызвать две вещи. Первое зависть, второе уважение. Если ты уважаешь его за его благочестие, ну понимаете, там тяжелее быть совестливым. Вот чем выше у тебя положение, тем больше на тебя влезает развращенность, тем больше на тебя как бы... Вот если вы на его положении сейчас окажетесь, не факт, что будет на эту лекцию ходить. Кто такой? Какой Олег Геннадьевич? Мы не знаем никакого Олега Геннадьевича. Нет, если вы здесь нахождены на округе родители, то же какие-то у меня... Вот смотрите, начнем с того, что мы сначала устанавливаем отношения, потому что всегда в отношениях существуют три варианта. Первый вариант он старше, я младше. Или он не старше? Он старше, потому что он имеет больше благочестия, больше власти. Это признак культуры, развитости человек. Понимаете, мы бунтарей. То есть какая культура? Нет старших. Это есть наш последний, кто был ничем, тот станет всем. У нас природа какая? Бунтовать. Мы матери не кланяемся, отцу не кланяемся в жизни, ругаемся за всеми. У нас нет культуры подчинения в сердце. Мы не понимаем, что вот допустим я приведу пример на Востоке, если человек имеет больше влияния, ему с удовольствием, не потому, не подобострастно, а просто от сердца его уважают, как того, у кого больше влияния. Они чувствуют вот эту шакти, то есть они чувствуют силу человека. Сила означает благочестие. А видит сильный человек, сильный, значит надо его уважать. Это признак культуры просто и все. Признак культуры. И если у вас эта культура в сердце есть, то вы устанавливаете с человеком отношение любви. А если культуры нет, тогда нет отношения любви. Это просто могут быть деловые отношения, и они попахивают завистью в сердце. Есть или любовь, или зависть, две вещи, по отношению к шакти, или к силе. Вот сильный человек, какие чувства он вызывает? Сильный человек означает благочестивый. У него есть влияние. Какие чувства выживают? Два варианта. Первый вариант уважения. Второй зависть. Какие еще варианты, кто предложит что-то? Это вид зависти. то есть вид, зависть, понимаете, санскритское слово зависть, она больше похожа на раздражительность, злобу, по-русски сказать. То есть этот человек вызывает или уважение, или злобу. Вот у человека сила есть. Или ты этой силе подчиняешься, или ты начинаешь ей сопротивляться. Сопротивление злоба, уважение, подчинение. Все. Два варианта. Больше нет варианта. Сила означает влияние. На тебя что-то действует. Сила, человек сильный, он действует. Два варианта. Или ты подчиняешься, или ты сопротивляешься. Все. Два варианта. Когда человек сопротивляется, нет любви, нет отношений. Вы сопротивляетесь, руководит. Нет любви, нет отношений. Если вы начинаете уважать, это будет хорошим уроком для вас, вы начнете уважать за то, что он старше просто. Просто один друг написал песню такую, что я полно слова все не помню, но склонитесь перед матерью и отцом, кем бы они не были. Это означает уважение. Неважно, как человек живет, просто потому что он мать и отец, они дали жизнь. Я просто склоняюсь перед вами, и все. Это признак правильного понимания вещей. Любовь это аскеза. Вот любить легко ли чистого, светлого человека, хорошего всех отношения, легко любить. Но это не твоя заслуга. Это потому что он такой, он тебе эту энергию любви дает, и ты ее отражаешь. Но если ты сам хочешь любить кого-то, тогда люби того, кто заслуживает любовь, просто потому, что он имеет на ее право. Вот он старше, он имеет право на твою любовь. Любовь в чем заключается? В за это. Просто уважаю за то, что его благочестие помогает мне жить. Уважаю за это. Все, увидел в глазах то, что нужно. Сейчас ваше. Вы поняли. Теперь смотрите, как только вы поняли, между вами установились отношения. Отношения означают влияние. Вот вы начали уважать, любить, дальше проблем нет. Он в ваших глазах увидит вот это. А дальше уже, когда он увидел в ваших глазах вот это служение энергиям любви, то у него в ушках появляется интересная вещь. Сначала он начнет вас ценить как личность, не как сотрудника, как личность. И у него появится к вам тоже уважение. Он станет вам благодарен. Когда вы служите ему как человеку, постепенно в его сердце возникает благодарность. И она сначала очень секретное чувство. Сначала он далеке держит. Он не признается себе, он вам благодарен за вашу верность. Уважение к старшему это верность. Но потом это вырвется наружу благодарность. И она вырывается как благодарность? Как благодарность наружу вырывается в виде ушек. Ушки слушать начинают человека, которому ты благодарен. Ты не можешь уже его не слушать. Почему? Потому что он хороший человек. И то, что он говорит, это правильно. И если вы хотите научить старшего, то надо всегда говорить по отношению к себе. Надо открывать ему сердце. Как? Василий Иванович, вот знаете, я поменял к вам отношение свое в лучшую сторону благодаря благодаря что я начал работать над собой. Он говорит, ты что, правда, что ли? Да, вот представляете, вот я исправился, стал нормальным мужиком. И дальше буду также вас уважать, потому что я чувствую, для меня новое что-то открылось. И раньше он просто выполнял свои обязанности, сейчас я вот так появился у меня. но если при этом вы ему просто сердце открываете и ничему ему пихнуть не хотите, знания какое-нибудь, то это значит, вы готовы уже его воспитывать. Младший как старшего воспитывает? Он просто ему открывает сердце и говорит о изменениях, переменах в своем сердце. И старший потом говорит, слушай, дай мне тоже послушать. Почему? Потому что старший имеет свободу выбора тогда, когда младший на него не давит своим знанием. Просто ты ему докладываешь, что вот я вот так живу, сейчас мне это нравится. Он может усмыхнуться там, но если вы его уважаете, тогда он не сможет не слышать то, что вы говорите, не сможет, невозможно. Вот так младший влияет. У меня есть младшие, которые меня воспитывают. Вот реально такая сила, то есть человек приходит и говорит, знаете, я хочу с вами посоветоваться. Вот когда вы мне рассказывали вот это вот, я увидел такую строгость как бы в глазах ваших, я подумал, может это жестокость, может человек меня не уважает, потом думал, нет, это просто строгость, мне надо просто учиться вас ценить и уважать и как бы и считать, что это, ну и научиться понимать, что это строгость и не жестокость, то, что в наших отношениях произошло. И какой ответ у меня в сердце на эти слова? Наверное, я что-то не то делаю с этим человеком, говорю, не так раз у него такие чувства возникают. Почему я так подумал? Потому что он поступил правильно, он соблюдал этикет в отношениях и не надавил на меня своим знанием о том, что я не прав, а он просто подчинил себя мне, и результат какой, я осознаю, что я сделал не так сразу. Понимаете? Это супер работает всегда, но у нас не хватает способности внутренней кого-то обучать. Потому что мы себя обучать еще не можем нормально, нам не хватает силы в себя, правильное положение перед человеком поставить, делать так, чтобы он был благодарен. Не хватает на это возможности внутренней, но обучать всех хочется. Хочется. Почему? Потому что у человека есть только два направления передавать знания. Или он передает его внутрь себя, и тогда он никого не трогает. это правильное духовное развитие человека. Или он всех трогает, кроме себя. Допустим, человек что-то узнал духовно, он приходит и начинает всех терроризировать. Это есть нельзя, это делать не все встаем рано, ложимся рано спать дома. Почему он так делает? Потому что он сам не хочет над собой работать. Вот можно смиренно просто делать это все и никого не трогать. Тебя еще будут мучить все, потому что ты же по-другому живешь. Надо и это переварить тоже. Да, я согласен, виноват. И продолжать ставать раб. Это правильный подход. Да? Хотелось услышать от вас о том, что здравствуйте. Хотелось услышать от вас комментарии по поводу такого понятия, как правильный гнев. И сюжет библейский из Евангелия, где Иисус Христос в единственный раз гневался, когда разгонял, менял из Храма. И второй вопрос. Хотелось узнать также ваше комментарий по поводу такой грани, как ответственность грани любви. Спасибо. Праведный гнев это божественная вещь. Например, есть в священных писаниях, в ведах, я плохо разбираюсь в Евангелии, я разок процитировал, прокомментировал, потом в интернет одна православная очень искренне написала мне резюме по поводу моих высказываний, я прочитал и больше решил не высказываться. Я понял, что я не разбираюсь в этом писании вообще, ничего не понимаю, и просто успокоился. Праведный гнев меня привел чувство. Праведный гнев, кстати, чувство приводить человек. Это классная вещь, которая приводит чувство. Если у тебя силы хватает на это. Вот в ведах есть как бы насчет праведного гнева тоже есть кое-какие вещи интересные, что когда в древней культуре, если человек оскорбляет твоего наставника, ты должен немедленно его за это наказать. В нашей культуре надо просто убежать от этого места, просто принять душ, омовение, начать молиться, раскаиваться, что ты просто это услышал. Праведный гнев человек проявляет таким образом, он просто в молитву погружается. Это праведный гнев, он против того, что на его старшего кто-то что-то сказал. Но вообще он имеет право наказать сразу этого человека, который на старшего что-то плохо сказал. Знаете, интересный такой случай, когда один человек порвал купюру, в Бангкоке, а там на ней царь накупили. И когда увидел другой человек, он его чуть в тюрьму не сдал. Говорит, ты царя порвал? Реально такое уважение к царю, что вот так сразу его чуть в тюрьму не посадили. Ну, то есть, это праведный гнев, это нормально, это нормально. Это гнев, это божественная энергия. Это не то, что там гнев, это божественная энергия. Землетрясение, молнии, цунами всякие. Это проявление воли Бога по отношению к Земле. Это не стихийные бедствия, которые случайно происходят. Это признак божественного гнева. Так говорится в Священных Писаниях. Разгневан Бог. То есть, ну, Бог вообще не гневается, Он себя контролирует. Но Его законы, они вот такие. То есть, можно, гнев существует божественной природе. не значит, что Бог не контролирует себя. Он там разгневался, не удержался, молнию пустил. Нет, это законы, они действуют законы. Он сам не гневается, он сам уравновешен полностью. Но законы его, они могут возникать гнев. То есть, та сила, которая под его управлением находится. Есть законы. Нарушил, получи как бы наказание. Гнев означает наказание. А это тоже проявление гнева божественного. Это факт. Но сам по себе теракт не является признаком чего-то хорошего. Человек, который совершает теракт, он не идет в духовный мир, как некоторые думают. Я просто, понимаете, я изучаю, вот представьте себе, я эту тему изучаю не понаслышке. Я вижу тонкое тело человека и чувствую, куда оно идет после смерти. Если ты видишь тонкое тело, понимаешь его, так можешь почувствовать, куда оно идет дальше. И даже фотография дает связь с тонким телом. Вот мы в нашем центре, я даже по фотографии людей тестирую. Вот могу просто протестировать вас, сидящих здесь, определить, какие у вас болезни, не без всякого труда, просто немножко сосредоточившись. В тонком теле есть вся информация. Да? Олег Геннадьевич, скажешь там? Я не ответил еще на на вопрос, я дальше говорю. Да, я думаю, вы меня проверить хотите? Ага, спасибо. Вот, и вот когда мне хотелось понять, потому что эти люди, они оставляют тело с именами Бога на устах. Считается, что человек с именем Бога тело оставил, он сразу в духовный мир отправляется. И я просто взял фотографии этих террористок, грозок. Я очень близко был, то есть я ехал даже запах дыма слышно, ну как бы так получилось, что вот прямо рядышком произошло, в Москве я был в это время. И меня очень сильно поразило событие, и я начал это изучать с точки зрения тонкого влияния. И взял по фотографиям террористов, начал смотреть дальше, что произошло, и увидел, когда взрыв произошел, вот эти люди, которые взорвались, они пошли вверх, очистили свое существование, и пошли туда, где счастье, на высшие планеты. Они очистились от грехов. А вот эта женщина, которая совершила теракт, она пошла вниз и будет страдать за все их страдания теперь. Вот так как она с именем Бога оставила тело, она потом, когда отстрадает, пойдет вверх уже. Не на землю, а вверх пойдет. Потому что она ради Бога сделала глупость, она не знала, что это неправильно. И Бог все равно ее простит в конечном счете. Но она будет долго страдать, гнить в аду долго будет за то, что она совершила этот поступок. Сам по себе теракт это признак невежества в отношениях с Богом, нашего невежества, без культуры. Мы не понимаем, что Богу это не надо, наши теракты не нужны Ему. Богу не нравится такое поведение. Тогда мы всех просто, люди перед нами не виноваты, взяли и поубивали всех. За что непонятно? Но само по себе явление указывает на то, что культура страдает, понимаете, культура. Не хватает образования, знаний у нас. Что такое духовная жизнь? Духовная жизнь это не насилие. По поводу праведного гнева я ответил на ваш вопрос, второй вопрос еще раз напомните. Ответственность как составляющая любви? Ваши комментарии. Спасибо вам. Это очень важная тема, я уже много говорил на прошлых лекциях, поэтому, что любовь делится у любви две грани. Первая грань это сделать приятно человеку, а вторая грань это строгость. Ну, даже в семье, если ты просто приятно близкому человеку делаешь, он просто наглеет и считает, что ты должен его любить постоянно. И все. Поэтому вторая грань любви более тяжелая и более правильная. Строгость или желание воспитывать близкого человека это признак более зрелой любви. Поэтому вот в древней культуре как родители вели себя с детьми строго. Это означает, что они любили больше своих детей, чем мы их любим. Потому что если мы их балуем, значит это не признак глубокой любви, а желание наслаждаться ребенком. почему я балую? Потому что не хочу портить отношения. Пусть делает, что хочет, лишь бы он меня наслаждал, давал мне счастье. Это признак не сильно большой любви. Потому что любовь это всегда жертва. Строгость это всегда жертва. Если строгость направлена на помощь людям. Вот у меня ребята, которые учатся моим методом, очень трудно учиться. И они живут такие в аскезе, как бы там у них такая жизнь тяжелая. То есть нет отношений с женщинами и так далее, чтобы копить силу в учебе. по древним принципам построили образование. Мне их жалко, там они позволяют лишнего иногда покушать, поспать. Вот. И я смотрю, они что-то не учатся. Что-то такие расслабленные ходят, такие как в космосе. Космонавтами даже назвал. Потом я понял, что вот строгость к ним, то есть я разок начал им говорить правду жизни, что скоро возможность учиться закончится и ничему не выучитесь. потом время просто зря потеряли здесь, прожили. Я начал таким образом с ними говорить, потому что у меня возникло чувство, что я не выучу их. Из этого чувства я такой вот вошел в это состояние такой ответственности и начал им говорить эту правду. Знаете, они отрезвели и начали лучше учиться. Это реальный факт. то есть я увидел, что это работает лучше, чем просто им условия создавать, заботиться о них. Просто правду сказал один раз, но сначала надо позаботиться. Как есть такое понятие, воспитание это не разговаривать с близким человеком и психически от него отстраняться. Не строить с ним близкие отношения для того, чтобы он понял, что он неправ. Потому что понять, что ты неправ в близких отношениях очень сложно. Для этого нужна строгость. И одна женщина мне написала письмо, говорит, вы знаете, мы с мужем слушаем лекции и я отстранилась от него, поехала к маме на неделю. Он мне позвонил, говорит, ты, пожалуйста, еще на неделю отстранись. Я так отдыхаю без тебя. Сначала любовь, потом строгость. Если ты сама замучила мужика, еще от него отстранилась, потому что твои проблемы, а не его. Ну, то есть строгость это уже более высокая форма любви. И строгие законы в обществе возможны, когда есть сначала любовь в обществе, любовь, а потом увеличение строгости. И эта строгость дает плоды сразу свои. Также в коллективе. Сначала дайте, вложите в коллектив свои силы душевные, а потом строгость. И сразу порядок будет и правильное развитие людей. Строгость это более высокая форма любви, ответственности и любви более высокая, недоступная для всех людей. Для этого надо сначала строгим по отношению к себе быть и развиваться внутренне очень аскетично. человек, который строго по отношению к другим ведет, он должен чистую возвышенную жизнь вести, чтобы строго также вести себя по отношению к другим. Но если он сам не относится к тебе строго, а относится к лояльно, строгость другим, тогда это будет просто лицемерие на самом деле. Спасибо. Вас очень глубокие вопросы. Я надеюсь, что я на них смог ответить. Спасибо.